Всем привет! В этом видео поговорим о фаленопсис эквестрис леокотанте. С фотографиями этой формы тоже есть проблемы, так как эта форма, как и лекаспис, незначительно отличается от номинальной формы фаленопсис эквестрис и часто встречается под биркой просто фаленопсис эквестрис без каких-то дополнительных приписок. Эта форма, также как и лекаспис, вызывает споры, стоит ли считать ее отдельной самостоятельной вариацией или не стоит. Но то, что стоит о ней знать и стоит ее упомянуть, я абсолютно точно уверена, потому что она достаточно интересная. Мистер Гадефрой Лебаф получил такое растение из коллекции профессора Бадарта с просьбой назвать растение в честь его жены. Но когда его увидел Рейхенбах, он понял, что этот фаленопсис похож, очень похож на тот, который он уже описал ранее и назвал вар леокотанте, но официально еще не представил этого описания. Также фаленопсис леокотанте был назван другими исследователями вар аурантиака за его особенный оранжевый пигмент на калусе, который очень привлекает внимание. Рисунки этой цветовой формы находятся в гербарии в Вене, но сами гербарии не сохранились до наших дней. Давайте с вами ознакомимся с описанием. Цветы этой формы более крупного размера, чем у номинальной формы. Сипалии и питалии часто белые, но иногда имеют легкий розовый румянец. Центральная доля темно-розовая на верхушке с желто-оранжевым цветом у основания, а боковые доли белые. Калус желтый ближе к оранжевому с коричневым или пурпурным крапом. Очень интересное описание, очень интересная вариация. Я бы, честно говоря, очень бы не отказалась иметь у себя в коллекции хотя бы похожий фаленопсис. И, по-моему, что-то похожее у меня все-таки есть, судя по фотографиям. Но там немножко другие бирочки без приписи леокотанте, поэтому показывать-то я их могу, предположение строить тоже могу. Но подписывать их как леокотанте и считать их леокотанте, конечно же, я уже не могу. Ну что ж, эта вариация, кстати, вскользь еще упоминается Кристенсеном в его монографии по фаленопсисам. Там он пишет, что исследователями замечено, что эта вариация появляется повсеместно и никак не зависит от региона произрастания. То есть, опять-таки, как и леокаспис, о котором мы уже говорили, она не имеет территориальной привязки. И на этом информация по данному варитету эквестриса заканчивается, к сожалению. Особо больше ничего найти мне не удалось в источниках, которым я доверяю, подтвержденной информацией. Поэтому на сегодня это все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, смотрите другие мои видео, конечно же, пишите комментарии. Если у вас есть подобная штучка, то в описании под видео есть ссылка на мою группу о фаленопсисе и эквестрисе на фейсбуке. Пожалуйста, зайдите туда и поделитесь фото. Если у вас действительно есть такая штучка, есть штучка с такой биркой или у вас есть подозрения, буду рада. Вообще буду рада, если вы там будете, делиться фото, это очень-очень помогает популяризировать фаленопсис и эквестрис, чтобы он появлялся в коллекциях частных других. И чем больше мы его покупаем, тем быстрее продавцы понимают, что это действительно интересная для многих форма, интересная для многих вид, вернее, фаленопсисов. И будет его размножать, будет заниматься селекцией этого вида, будет заниматься гибридизацией. И этот вид будет, хоть и в неволе, но все равно жить долго и счастливо. И его смогут увидеть наши с вами потомки. И я считаю, это очень-очень круто. И на самом деле это очень-очень помогает сохранять для будущих поколений красоту природы. Ну что ж, на этом уже точно все. Всем солнечных дней, пышных цветений. Пока-пока!